Приветище! Это человек Питер Паркеревич, и мы продолжаем. Так, не понял, что за фигня? У меня тут приветствие записывается. Я тебя знаю. В Хэллоуин ты был на крыльце моего соседа. Меня зовут Бригадир, и тебя вот-вот примут в школу. Ладно, давай сразимся с тобой, посмотрим, насколько ты крут. Так, а как тебе насчёт... Хотел свои лапки выпустить, но у меня нет ещё ульты. Дымовые шашки? У меня же аллергия. А ещё могу сказать, что ты будешь делать. Так, знаешь, что я думаю? Может, мы тебе жучков выпустим? Да, я и думал. На тебе жучков. Ёлки-палки, он вообще всё блокирует. Электричество? Нет? Да? Оу! Нифига себе, как он меня жбахает. Не забивает, как я. Так, как насчёт... Да что за дела-то? Чемодан лови. О! Выпустил. Ёлки-палки. Ты видел? Он, короче, тоже паутину заюзал. Или крюк, может быть, не знаю. Сейчас будет лапки мои готовы. Что это не работает? Отлично работает. Каждый раз я осваиваюсь на пользу моих приёмов. А как насчёт вот этого? Нифига себе, он даже это блокирует. Жесть. Мне надо в него что-нибудь кинуть, например, вот эту штуку. Подражатель всегда уступает оригиналу. Я его скинул. Да? Бригадир, пройдено. Офигеть, я его замочил. Жесть. А у тебя есть ещё трюки в рукаве, да? Мне понадобится больше данных, прежде чем я смогу выполнить контракт. А у меня есть все нужные данные. Я задал тебе жару. Ты убежал. Вывод. Ты проиграл. Ещё нет. В городе тебя ждут другие испытания. Когда я увижу, на что ты способен, мы поговорим о втором раунде. Я так стараюсь всем понравиться. Почему они всегда лезут в драку? Капец. Вот это нежданчик. Ну, а теперь мы направляемся к дому Осборна, где М.Джей будет пробираться внутрь. Но сможет ли она это сделать, непонятно, потому что дом Осборна охраняется соболями. И очень в большом количестве. Так. Пентхаус Нормана на последнем этаже. Но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. Значит, нам нужно попасть в комнату охраны. Правильно же? Вроде правильно. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Давай попробуем поболтать с кем-нибудь. А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено. Как обычно. Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх? Кажется, вот с этим еще. Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить с охраной. Толпа уже набралась. Должно сработать. Джерри, сюда. У нас тут ситуация. Господи, я задыхаюсь. Спустите меня наверх. Умница, охрана открыта. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Извините за неудобство. И помните, Соболь делает это для вашей безопасности. Есть. Мы здесь. Привет. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Че, будем Соболя электрошоком долбить? Это сильно. Бойцы, будьте на чеку. Так, подожди. А где электрошок-то? Давай, стреляй в него. Когда противник повернут к вам спиной, вы можете обезвредить его своим электрошоком. Вроде сработало. Надо развернуть его. Как мы это сделаем? Конечно же, вот чем. Паучковым и прибамбасами. А? Кто здесь? Сработало. Молодец. Еще, 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 еще. На тебе в спину. Надеюсь, в Соболе хорошая медстраховка. Пульт от лифта в комнате охраны. А рядом агент Соболя. Как мне нравится их долбить током. Мэри Джейн Уотсон, супершпионка. Все, пора открыть лифт. Тревога сработала, что ли? Вот и Осборн, кстати, он внутри оказывается. Сработало. Норман уходит. Лифт открыт. Пора подниматься наверх. Еще сюда охрана зайдет, наверное. Не может все так просто быть. Или меня впали, что я отсюда выхожу. А где охрана? Лифт в пентхаус. Вот он. О, это же... Норман и Соболь. Как вовремя. Найти бы этого инженера и пристрелить... Блин. Это же дурацкая лука. Да ладно. Пронесло, так пронесло. Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то... Я это найду. Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Забавно, что способности Пит обсуждает целая армия ученых. Еще... Энджей, агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня не засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию. Пока этого хватит. Что это такое? Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. Ого. Она его одела. Стой, подождите. Что? Ух ты. Вот это маска. Она показывает, где находится дверь. Интересно, куда она ведет. И как ее открыть? Вот в чем вопрос. Пойдем, попробуем вскрыть эту дверь. Наверное, с картиной надо разобраться. Норман прощается с сыном. Наверное, это с прошлогодней поездки Гарри в Европу. И почему? За семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Надо найти код от этого замка. Ну и где может быть код? Ну, наверное, где-нибудь на столе или в столе. Вот записка есть какая-то. Что там у нас? Инструкция к кодовому замку. Похоже, последний день Гарри – это код. Наверное, день его отъезда в Европу. Последний день Гарри. Норман запер комнату Гарри, чтобы к возвращению сына в ней ничего не изменилось. Но куда он дел ключ? Ёлки. Какие-то хлебные крошки, блин. Пока что не собралась целая булочка. Непонятно ничего. Телефон. Привет, пап. Я уже еду к доктору Майклзу делать последнюю прививку перед большим путешествием. Если ты тоже будешь там, может, захватишь дневник из моей комнаты? Я хочу записать туда кое-какие мысли о происходящем. Неизлечимый диагноз Эмили. Я знала, что мама Гарри больна, но не знала, что это генетическое. А Гарри тестировался? Комната Гарри. Но она заперта. Интересно, где Норман прячет ключ? Эмили. Мама Гарри. Он называл её самой красивой мамой в городе. И, возможно, он был прав. Кажется, к раме с обратной стороны что-то прикрепили. Возможно, ключик. Да, ключик. Пойдём проверим. Гарри, я зайду в твою комнату. Напоминаю, что Эмджей, Гарри и Питер раньше очень дружили хорошо. Но сейчас выросли и разъехались. Что? Это ведь не для Гарри? Или? Что, Гарри тоже болен всё-таки? Вот это поворот. И поэтому Осборн искал лекарства. Почему ты не сказал нам, что болеешь? У него тоже это генетическое заболевание, что и у матери. Давай посмотрим, что в документах. Дневник, Гарри. Последняя запись датирована 18 июля. Должно быть, это код от той комнаты. Почитаем. Ух, сколько читать-то. 18.07. Сегодня я отправлюсь в Европу. Ха! Не знаю, чем всё это кончится. Папа утверждает, что никакого риска нет. Но это папа. А вот по мнению доктора Майклза, мои шансы примерно 50 на 50. Так что вот, я могу не вернуться вообще. Если так и случится, уверен, ты это прочитаешь. Хотя, ты и так наверняка уже читаешь. Норман всегда должен знать. Так что, пап, если ты это читаешь, а никакого риска, в кавычках, оказалось очередным предвыборным обещанием Осборна. Сделай мне одолжение. Покажи следующую часть Питу и Эмджей. Только им. Пожалуйста. Спасибо, пап. Я люблю тебя. Питеру Паркеру и Мэри Джейн Уотсон. Это вот вторая часть, которую должен был нам Осборн показать. Ребята, простите меня. Серьезно простите, если вы это читаете. Ох, мне тяжело. Даже если убедить себя, что вы никогда не увидите этого письма, все равно тяжело. Честно. Итак, я болен. Серьезно болен. Врачи говорят у меня то же самое, что было у мамы. Прогрессирующая дегенерация нервных клеток. Я давно об этом знал, но до сих пор верил, что все обойдется. А вам не говорил. Потому что, ну, потому что не говорил. Боялся вашей реакции. И не хотел, чтобы вы испытали то же, что пережил я с мамой. Я видел ее страдания и знал, что ничем не могу помочь. Смотреть, как она умирает, было даже хуже, чем умирать самому. Недавно у меня началось обострение. Помните, как я говорил, что отдыхая после тусовки или очень-очень занят, я не тусовался и не работал. Я болел. Переездка в Европу это прикрытие. На самом деле, я ложусь на лечение. Долгое и экспериментальное. Папа работает над этим препаратом уже целую вечность и уверен, что все получится. Он недоволен, что ученые произвели его дыхание дьявола. Говорит, что это слишком мрачно для лекарства. Но, может быть, дыхание дьявола именно то, что надо. Немного зла ради большого добра. Ладно, папа пришел. Мне пора. Вот это поворот. Кажется, папка и здесь пришел. Засада. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это. Тихонько, тихонько, очень тихонько. Ух ты ж, елки. Второй вышел из ниоткуда. Надо отвлечь кого-нибудь. Например, ты подальше. О, он ушел. Он ушел. Это мой шанс. Это мой шанс. Прямо сейчас. Хорошо. Его догоним? Должны догнать. Давай. Прямо у всех на виду. Прячемся, прячемся, прячемся. Мы сможем здесь? Нет, мы не сможем здесь обойти. В квадрате чисто. В квадрате чисто. Елки-палки. У них все чисто. Хорошо. Давайте с этим разберемся. Пока он так стоит. Всех нафиг положу. Фонариком что-то куда-то светит. Смотри, фонарик до сих пор светится. А вот это глюк. Я его уже шатал, а его фонарик до сих пор светит. Да. Бывает. Я здесь. А, подожди-ка. Иди, товарищ Плючай. И теперь мы код вводим. Интересно, а Осборн запалит что? Его кладовочку открыли. Слушай, тут у него пауки. Он что-то с пауками. Ну, он же Питера изучал на самом-то деле. Ну, Человека-паука. Поэтому здесь пауки. А это что такое? Что это за штуки? Прототипы ручных гранат? Медкарты Гарри и Эмили. GR-27 разрабатывался, чтобы их вылечить. Дыхание дьявола, неудачная попытка создать лекарства для близких. Ух ты. Норман выиграл конкурс на самую странную карту. Похоже на верхний Уэстсайт. Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Жуть какая. Здесь отмечена вся собственность Аскорб. Не знала, что у них столько всего в Нью-Йорке. Расположение отрядов Соболя. Ух ты. Студии. Сколько студий звукозаписи. Может быть, вот тут? Так, есть пересечение с маршрутом Майклза. А что насчет патрулей? Браво, браво, браво. Все. Все три точки пересеклись. Соответственно, там и охрана есть, там и сам Майклз есть, и путешествие Майклза, ну вот эта линия, которая светится. Все показывает на эту точку. GR-27. Это же кодовое название дыхания дьявола. Нашла. Десятая и Кафедрелл-стрит. Это же... Конечно. Угол Десятая и Кафедрелл. Студия звукозаписи Аскорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR-27. Инцидент с Ли. Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься и пусть действует лекарство. На помощь, пожалуйста, помогите! Думаю, это просто консультация. Мальчик был готов. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. Что ты наделал? О, господи. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Что? Кто там? О, нет. Нет, нет, нет. Давай, давай. Дьявол. Претенчеством Джей станет Человеком-пауком. У нас прорыв. Тревога. На пауке было написано 42. Номер паука. Но ее пронесло. Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Так, я думал нам к лифту, но нет. Мы продолжаем искать на жопу приключений. Черт, 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 черт. Фух. Как еще не запалили, что я врубал половину отряда Соболя? Непонятно. Стойте! Прям на меня вышел. Там, короче, на мостике слева можно было в воду прыгнуть, но MJ не захотела. Поэтому я не прыгнул, не сумел. Надо зачистить балкон. Для Питера Паркера, что ли? Паучок. Пит, ты здесь? Поворачиваю слегка. Ты в порядке? Еще пару секунд. Северо-западный угол. Ты готов? Стой, стой, стой. Поздно. Давай. Нифига себе, она бесстрашная. Ты чокнутая. А ты супер. Все это слишком тяжело. Болезнь Гарри, Норман, Ильи и доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Опять старая песня. Ты больше не одинок, Пит. Мы с Майлзом присмотрим за пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Спасибо, партнер. О, 42-й паучок. Теперь я, кажется, понимаю, как Майлз станет Человеком-пауком. Эмджей просто в пирс занесет паучка этого. Майлз на него наткнется. И понесется. Мимо. Так, значит, Норман поехал за вакциной. Надо сообщить Юре. Надеюсь, это хорошо. Да. Аскорб разработал вакцину. Лекарство? Слава богу. Как быстро мы сможем дать его людям? Выясняю. Лаборатория на углу 10-й и кафедрал. Стой. Пришло сообщение о вертолете, садящемся в том районе. О, нет. Вдруг это вертолет Нормана? Я бы и послала к тебе людей, но нет никого. Ничего, я разберусь. Скоро все закончится. Обещаю. Ну и прежде чем мы туда направимся, мне нужно сменить костюмчик. В комментариях писали, что... А попробую поиграть за Скоростного Паучка. Ну, типа, за Флэша. Давай посмотрим, что там по костюмам. Значит, костюмчики. О, новый костюмчик появился. Вот про этот костюм меня просили, типа Скоростной костюм. Когда я бегаю в нем, то я всех сбиваю. И появился еще... О-хо-хо-хоу! Вот это смерть! Паучья душа! Вот это костюм! Ну, нифига себе, мощно! Духовный огонь! Трансляция нестабильных волн разрушительной астральной энергии из ада, наверное. В общем, откуда-то. Мощно выглядит, очень мощно костюм. Но на него нужна куча жетонов, которых у меня нет. Покупая Блиц, я все-таки на него накопил. И посмотрим, что он нам даст. Пойдем посмотрим, как это все работает. Там снизу есть бандиты или соболь, я не знаю. Где-то вот здесь вот. Ага, бандиты! Ну что? Парни, хотите заценить мой Блиц? Глядите! Понеслась! Ой-ёй-ёй, давай-давай-давай-давай, бежим! Ну, нифига себе! Забавно это все выглядит. Я реально как в флэш бегаю. И эта волна звуковая. Получайте! Давай-давай-давай, скорость! А, все кончилось. Вот, елки. Это плохо. Ульта, конечно, всегда кончается в ненужный момент. И она, в принципе, и коротенькая. Отдыхай, братиша. Через два ящика перелетел. Что, все? До бивашки? Ну, вот такой вот костюм. Короче, я не шибко от него в восторге. Но попробовал. Попробовал, посмотрели. Пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу него. Ну, выглядит он, в принципе, прикольно. Вот оно, вот оно, это здание. Звукозаписывающая студия. Звукозаписывающая студия. Вот и попался Осборн. Сначала демоны, потом пойду зали в лабораторию. Пора вырубить тех снайперов. Короче, у Ли свои счеты с Осборном. Поскольку это Осборн сделал из него такое вот чудище. Вроде пока все... Надо прорваться мимо демонов, пока Ли не добрался до противоядия. Это да. Это да. Полежи немножечко. Хорош. Гранату кидает. Негодяй. Негодник. Засранец. Увернулся я от твоей ракеты. А ну иди сюда. Ракеты. Детейшкам и демонишкам не игрушки. Ух ты. Этот приехал. С кнутами. Чё, кто там ещё хочет со мной подраться? Кнутик, шмутик. Половите к культу. Человек-паук. Уходи немедля. Мои люди справятся. Соболь? Ли разобрался здесь со всеми агентами. Они ни с чем не справятся. Я предупредила тебя. Супергерой. Она ещё и обижается то, что я хочу помочь. Засранка. Улетел. Чёрт, похоже, Соболь выслала подмогу, когда её люди не вышли на связь. Нам надоело, что ты нападаешь на наших агентов, паук. Так вы думаете, это я убил ваших людей? Это просто смешно. Учитесь, как с вами надо разбираться. Уж отталкивают, прилетели ещё десяток, прикинь. Будет потно, потому что они... Это то ракету в меня пустил. Смотри, что творят. Это жесть. Избиение паучка называется. Ну ничего, ничего, я справлюсь с вами. И не таких валили. Мимо, ракета прям чуть в жопу не прилетела. Но я увернулся. Красавчик. Так, лежим, лежим, лежим. Вставать нельзя, нельзя. Отдыхаем. Перегруз нормальный такой. Опа, в ворот. Теперь я к тебе подтянусь. Давай, цепляйся за него уже. Последний остался, ракетчик. Давай ты к стеночке. Прилипнешь и облегчишь мне задание. Демоны и соболя нейтрализованы. Последую за Ли. Какая же ты тяжёлая. Как же ты меня бесишь. Ты оскорбил моих людей. Испортил моё имущество. А мой клиент потерял миллионы. Есть хоть одна причина не убивать тебя на месте. Слушай, ты мне не нравишься. Я тебе тоже. Но сейчас в этом здании Ли убьёт твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом. Или с Ли. Но не на два фронта. Поняла, стерва? Договорились? Поможешь мне спасти Нормана. А потом посмотрим. Идёт. Ну вот, новая подружка, типа. Ли сошёл с ума. Ниди за Осборном. Я с ними поговорю. Главное иметь друзей. Ничего себе тут Лина творил. Хватит бегать. Это конец. Ёлки-моталки. Он психанул конкретно. А, обжигает эта штука ещё. Это безумие. Надо как-то достучаться до Мартина Ли, которого я знал. Который создал пев. А мне что, типа в самый низ надо? Или куда? О, нашёл дырку. Давай через неё. Придётся спускаться. Офигеть. Давай просто прыгнем сюда, да и всё. Ну вот, он меня опять застал в свой мир. Я знаю о том происшествии. Знаю, что случилось с вашими родителями. Инцидент? Ты такой же уродец, как Осборн. Чё сразу уродец-то? Ой, я упал куда-то не туда. Чё, мне опять гоняться за тобой? Чё-то жать захотелось. Мои родители погибли из-за меня. Из-за того, что со мной сделал Осборн. Ваше прошлое – это не всё. Оно не должно управлять вами. Я хотел, чтобы они мной гордились. Хотел почтить их наследие. Но для этого нужно призвать Осборна к ответу. Я вам не позволю, Мартин. Мартишка! Мартин! Выходи! Как всё загадочно. И мрачно. Боли! Его злоба! Они питают его силы! Чуть раньше. Единственный образец. Нет! Нет! Нет, Мартин! Я же сказал, мне жаль. Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе! Ты не помогаешь людям. Используешь их. Мартин! Это не вернёт ваших родителей! Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин! Не дайте мести победить! Боритесь! Мортал Комбат! Оспорт должен быть на нас! Это раковая опухоль слишком долго убивала город! Оспорт должен попасть в руки настоящего правосудия! Но для этого вам нужно остановиться! Я не отступлюсь! Чем бы тебя шлёпнуть-то? Просто так к нему не подойти! Опа! Камушек! Надо просто его изнурять и потом добивать! Воротливый чишек! Чисто ради прикола паутинкой постреляем! Оп! Давай кину в нём монитор! Это... Нет! Вы! Вот это... Настоящее! Нет! В упор к нему не буду подходить! Чёрт! Не в ту сторону вернулся! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Потерял концентрацию! Слушай, я хочу ульту поменять! Поскольку мы дерёмся с ним одним, я хочу ульту взять, ну, например, шоковый удар возьмём! Все, кто до меня дотронется, получат разряд электричества! Давай-давай-давай! Его преступления будут на твоей совести! А теперь шоковый удар! Попробуй! Попробуй! О, нет, не зря я к тебе подошёл! Мимо! Мимо! А теперь я! Борейтесь, Мартин! Вы можете спастись! Нет! Осборн должен страдать! Ох, ёлки! И вышел демон на свободу! Ох! Я знаю, вы можете победить демона! Победить демона? Демон, это я! Эй, так нечестно, пока я дерусь с твоими демонами, ты из-под тишка нападаешь. Засранец. Вот теперь один на один, давай. Поворот. Ох, ёлки! Прыжок, 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 прыжок! Ничего себе! Он, кажется, вымотался. Получай! Довольно! Я отомчу его за родителей! Хватит за мной бегать! Давай ты уже... Оп, опять демон! Ладно, я полетаю, а не страшно. Подхились! О! Снова слаб. Ну давай уже, вздыхай! Очень надеюсь! Я вот уже жду этого момента, когда все закончится. Какие-то демоны другие прибежали. Так, с демонами разобрались. О, я более сильнее. Остался один большой. Приндить. Ну, что ты там? Он почти готов! О, еще парочку. Ёлки-маталки! Что вообще происходит? О-о-о-о! Я иду к тебе. Камушки покидаем! Да почему, когда я камни хочу кинуть в тебя? Ты еще какую-то пигню придумываешь. Что-то демоны, знаешь, застыли в воздухе просто. Ну, точнее. Они просто стоят и ничего не делают. А вот теперь зашевелились, кажется. Ну, наконец-то! Девушки отдыхают. Избавление от гнева. Прис получен. Осборн должен ответить. Я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Дайте-ка я угадаю. Это Октавиус. Прочь. Прочь. КОНЕЦ Паучку вечно достается. От всех вообще. Ота? Ах, этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? А Человек-паук в кровище лежит. Эй! Эй! Где Отто? Ушел. Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. Я хочу говорить с главврачом. Здесь нет никаких врачей. Кто же тот главный? Я обычно. Так. Прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки и стерильные инструменты. Спасибо. Если выживешь, поблагодаришь. Боже мой. Субтитры подогнал «Симон»! жить будет но нужен покой это не про паука нужен покой у него до этого там 14 костей было сломано где мы ее может не стать в любой момент куда ты надо найти вот акции на у него не знаю справлюсь ли я с ним может и нет может пауку нужна помощь его друга петра что петер помог создать эти руки помнишь он должен знать где их уязвимость задаем тигр самое интересное что паук только что еле-еле передвигался и уже пошел сам а сорок второй продолжает искать майлза где же где же майлз ладно нет нет тоже не то может быть это ты шлёпнул своего паучка который одарил тебя силой фух ну серия была просто бомбически мощная как принципе предыдущий мжи права я создал нейронный интерфейс и я могу его уничтожить нужно посмотреть что есть в лаборатории ну а на сегодня это все в лабораторию мы отправимся следующий раз и скорее всего следующая серия возможно будет финальной если понравилось и ты хочешь увидеть продолжение чем же все таки это все закончится то не забудь поставить лайк и подписаться и тогда мы вновь с тобой встретимся на крутых роликах поэтому до встречи в новом видео увидимся